спасибо с молитвы сам чисто сам для себя можно дай мне разум, душевный покой принять то, что я не в силах изменить мужество изменить то, что могу и можно, кстати, отчистить одно от другого здесь полностью твоя, а не моя аминь еще раз всем добрый вечер, геналкоголик да, только на сегодня благодаря этой группе высшей силе, которую я потом все-таки нашел моим наставником мне сегодня 7 лет 7 лет один день ну, как я к этому пришел, наверное, долго я рассказывать не буду это не особо интересно единственное, что вот помню тот так смутненько смутненько, помню, да начало октября 16-го года когда я зашел вот в эту же скайп-группу после ужасного похмелья мне чуть трясло, колотило я вообще не понимал, зачем я зашел я не знал ничего не хотел знать как бы там ни было, да, я остался отслеживать в этот вечер буквально через пару дней благодаря скайпу я опять же благодаря скайп-группе скайп-группу планета она до сих пор живая слава богу я нашел живые группы в Израиле нашел живые группы в Израиле и заходя в эту комнату в эту группу я увидел столько счастливых средних людей ну, елки-палки если они такие все веселые довольные то почему я я не могу это быть с ними я как бы так мысленно поднял руки вверх да, сказал все, забирайте меня делайте самое, что хотите я не хочу не хочу так больше жить я не могу я не знал тогда никуда идти что делать как делать да, без поясия голова была полностью пустая спиртное уже не лезло не лезло я не мог его принимать я выразил не то что одного запаха рвать было нечему все отравление ничего есть не мог воду и то через сил и как-то я не знаю каким-то чудом да после этой скайп после этой живой вернее группы да меня почему-то потянуло к этим ребятам потянуло я хотя для меня в то время было довольно большая проблема поехать да рука была поломана работать не мог с деньгами была соответственно очень большая напряженка ничего собирал копейки даже приходилось собирать сдавать бутылочки и баночки чтобы были деньги на дорогу на билеты на автобус чтобы я мог поехать на живую группу и до этого доходило я знал что мне надо группа в то время иначе меня бы уже просто не было нашел наставника там скорости буквально нашел наставника начали проходить шаги не скажу сейчас точно сколько заняло это у меня по времени да наверное месяца 4 может больше меньше не помню может 5 ну как-то стало все врань худо бедно да там сняли гипс пошел на работу опять в старую бригаду поговорил со старыми хозяевами меня опять же взяли в эту же бригаду я работал рука еще после перелома мыло немножко как-то было не по себе неприятно все равно что-то делал пытался старался как-то нормально приняли ничего прижился до сих пор работаем вместе уже слава 7 лет за эти 7 лет очень много чего произошло очень много ну во-первых благодаря программе шагам да я помирился с первой женой хотя это был для меня враг номер один с ее мамой то есть моей тёщей да тоже на сегодняшний день у меня с ней прекрасные отношения детьми которых я в принципе я их не видел у них был папа но было только слово папа больше не было ничего когда им нужен был папа или спал пьяный или был на работе другого не было папа сейчас на сегодняшний день у меня три внучки и два внука я их вижу я их знаю и они меня знают то что меня больше радует они знают что у них есть дедушка я хоть и редко прихожу но прихожу и это всё только 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 благодаря программе шагам наставникам высшей силе другого нету очень много было ситуаций что если бы тогда раньше я бы давно схватился за стакан за моего доктора который меня успокаивал в любых моментах абсолютно но всё-таки я нашёл ту силу которая мне до сих пор помогает я эту эту руку помощи до сих пор могу отпускать я знаю что если я её отпущу я потеряюсь я просто потеряюсь меня не будет слабого семь лет да я держусь за эту руку и я доволен доволен своей жизнью да жизнь бьёт ключом и всё не там где надо как бы там ни было это трезвая жизнь и на сегодняшний день я не хочу и не буду менять хотя бы один день той жизни весёлой на эту жизнь хотя да бывает такое что так так колбасить так ты всё заворачиваешь что думаешь да сколько что-то можно когда что-то кончится всё тут же ну что ты этим докажешь ну выпьешь там сегодня 150 200 во-первых не тормознёшься и не успокоишься пока я не упаду как говорится мордой в салат я не успокоюсь а дальше что по новой я опять в колесо а вот вернусь я в программу или нет это уже под большим большим вопросом я не уверен что у меня хватит сил наглости опять прийти в программу я боюсь вот этого это действительно страх есть который от меня я не знаю отпустит не отпустит может быть слава богу что он есть да что я этого боюсь может нет не знаю но и не только на этом я конечно держусь также очень много очень много мне даёт служение по программе пусть небольшое там что-то я не ворочаю миллионами там никакой там небольшой деляга нет я сделаю то что я могу то что у меня получается людей вокруг это устраивает меня это устраивает почему нет и это не как бы как-то сказать ну не в напряг мне да не не в укор семье мне это слава богу получается все вместе и как-то тихо спокойно на сегодняшний день у меня вот недавно я посмотрел в ватсапе более четырехсот номеров наверное штук может пятьдесят шестьдесят это так знакомый остальные это это все наши наши группы россия украина латвия германия испания америка откуда же еще там есть я уже испания говорил я уже не помню откуда еще очень очень много я буквально могу любому позвонить поговорить только скажи что я я прилетаю я знаю что меня встретят меня проведут скажут покажут группы там все остальное это гарантия в америку у меня же предложение года четыре наверное четыре даже пять наверное лет пять в америку приглашают гена прилетай гена прилетай на данный момент не могу вылететь с израиля есть проблема с выездом на данный момент но я как бы ничего не загадываю наперед если дай бог появится такая возможность слетать в америку или куда-нибудь по миру или по России покататься в Украину не знаю видно постараюсь это не упустить такую возможность что ребята как бы давнее было программа для меня сегодня это моя жизнь сегодня я живу программой иначе другое жизнь я для себя не ну просто не вижу да пускай это каждодневное общение там с кем-то по телефону в ватсапе он там быстро даже сегодня да мне сколько раз пять звонили на ватсап мы поздравляли и так звонили десятки ребят звонили знакомые бывает такое что телефон даже днем не умолкает на работе в город просто ну не отвечаешь потому что не можешь так время нет но я знаю что это звонит ребята в основном в основном только наши ребята с групп и как бы меня это поддерживает да постоянно постоянное общение постоянные звонки тебе ты звонишь там что-нибудь то зум тут telegram 20 там мне это интересно мне это понравилось как бы там ни было уж лучше чем сидеть в стакане по уши и думать где достать как достать где выпить где что найти на будущее и все остальное на сегодня у меня есть определенные задачи довольно серьезные нужно решать буквально скорость что я не парюсь я знаю что все будет нормально все решится ничего в этом страшного абсолютно нету нужно 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 просто идти и делать как бы тебе не казалось что это ой это все неразрешимо поможет только стакан и все нормально будет со стаканом никогда ни у кого не было ничего нормально насколько я знаю по рассказам по историям спикерским стакан никогда никому ни в чем не помог он помогает на полчаса максимум все потом это будет только хуже все это заворачивается и будет только только хуже как бы там ни будет друзья это наша программа для меня это еще до жизни работа в программе да плюс квартира плюс пускай это будет не великие какие-то дела но то что есть то что есть то что я могу у меня получается вот уже сколько наверное года три я являюсь админом часть 11 шаг медитации вроде мелочи скидываешь молитву в день три раза утром в обед и вечером но это работает это работает как бы там ни было ты знаешь что тебе надо тебя ждут и уже получал неоднократно благодарности от друзей которые в чате людям нравится я делаю вот как-то так наверное да ну насчет я сейчас ну 7 лет да как-то сейчас буквально лежал дома 7 лет 7 шаг кстати я сейчас нахожусь на семерке ну как раз перевал тогда 7-8 готов ли я к тому что бог избавил от меня от моих дефектов характера да я готов я хочу от ногу избавиться да но не всегда так все гладко получается и быстро как это хочется есть некоторые дефекты которые я знаю они скорее всего не уйдут никогда но я как бы уже их вижу и умею распознавать себя и когда начинаешь куда-нибудь забираться в дебри а голова разводится очень быстро даже вот уже слава богу семь лет да но это ничего не значит особенно меня меня отделяет от новичка всего одна рюмка абсолютно и как бы там и было да видишь что да что-то не так пошло тебя куда-то принесло уже а ну-ка стоп куда полез что тебе надо там десятый шаг одиннадцатый шаг там четверка пятерка кому звонить не звонить знаешь как с этим как бы не то что бороться а что с этим делать куда идти кому обратиться там или позвонить наставнику там еще кому-то друзьям и поверьте да на самом деле это работает это действенно все пускай каких-то 5-7 минут 10 минут телефонного разговора с человеком которого ты ни разу в глаза не видел ты не знаешь кто это что это чего это за человек ну говорю 3-5 минут разговора по телефону ставят тебе на место уже уже как-то есть что ну как бы два мнения сопоставить да и принять свое решение правильное которое тебе надо именно сейчас сегодня как бы так живем понемножку понемножку да как я рассказал сейчас нахожусь перед перед основным шагом уже третий раз решили социальником пройти программу сегодня немножко забыл вылезло с головы что надо было позвонить перед перед группой совсем запарился вот там пора просто обсудить но опять же это не особо горит не горит но делать надо делать надо все равно по-любому ну вот наверное вот так да я даже не знаю что еще так сказать может быть лучше вопросы отвечу мне просто легче будет наверное честно спасибо что вы пришли все нашли этот час все таки семь лет это не шутка и как-то честно говоря с армии да с 1990 года с ноября месяца я столько трезун еще не был так этот гиблиот уже своеобразный как бы рекорд ну вот так наверное спасибо еще раз наверное лучше вопросики отвечу если у кого там что-то появилось может быть спасибо гена спасибо за спикерскую тогда ждем вопросы там три единички пожалуйста ставьте кто хочет задать вопрос я первый тогда сергей алкоголик гена расскажи пожалуйста про под десятого и одиннадцатого шагов спасибо ну десятый шаг как я уже говорил да я если там что-то тебя накрывает да это случается всем илюзий с ним люди все мы человеки смотря по ситуации и по времени когда это что происходит где это что происходит бывает такое что да я сейчас вот состою в в чате в в ватсапе десятый шаг бывает что приходится звонить кому-нибудь просто пишет запрос кому можно позвонить с кем можно поговорить пообщаться по десятке получаешь обратную связь буквально скорость буквально через пару минут через пять минут ты рассказываешь ему свою ситуацию тебя скажут свою ситуацию как-то делишься с кем-то человека в принципе не знает первый раз может быть даже ему звонишь первый раз ты пользу поддержку которая тебе сегодня надо именно сейчас надо если что-то более серьезное пожалуйста десятый шаг уже идет полностью помощь другу звонок наставнику все вместе но и одиннадцатый шаг как я уже говорил я являюсь админом в ватсапе то есть хочешь не хочешь по инерции я все равно читаю пока я скидываю эти сообщения они у меня все в телефоне как бы там ни было ты все равно это читаешь все равно у тебя есть каких-то пару только минут это переварить если очень надо если тебя на самом деле что-то беспокоит да и ну лично мне это помогает не могу говорить за всех да что-то идеальный выход нет конечно но для меня это работает вот как-то так наверное ответил спасибо спасибо гелом спасибо 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 Продолжение следует... Елена, пожалуйста, микрофон. Елена, алкоголик. Елена, спасибо большое за встречу и мои поздравления. Тебе... 7 лет я вообще как-то даже и потерялась, что уже 7 лет. У меня такой вопрос. Как ты в своем городе эту традицию считаешь? Что ты делаешь? Спасибо. Немножко не понял. Еще раз. Можно? В своем городе пятую традицию ты делаешь? А, да-да. Спасибо. Ну, постольку, сколько могу, что могу... Что могу, делаю, да, как-то... И у меня это до сих пор в голове. Если все-таки... А я немножко, может быть, недопонял, пятая... Сейчас, секунду. Донести смысл... То, что могу, делаю, да... Вот буквально... Вот буквально... Только... Может, пару дней обратно... Как-то, что-то у меня опять объявление... У меня еще есть парочку, наверное, штуки... Три-четыре, наверное... Три... И листа еще лежат, надо будет как-то... Еще раз патина клеить... Клеим объявление, во-первых... Там, где можно клеить... Где... Это дело разрешено... Чтоб потом не было проблем у нас... СОС-работник мой... В курсе... Плюс... Визитки... Там, в поликлиниках... У врача, если попадаю... Когда есть с собой, да, пожалуйста... Стараюсь... Как-то... Были попытки открыть живую группу... Вроде бы, да, да, да... Давай, давай, давай... Давай откроем... Давай сделаем... Давай вот там... Давай вот здесь... И на этом... Давай... Все кончается... В Израиле почему-то... Вот я до сих пор не могу понять... Наркоманов... Как-то лучше воспринимают... Алкоголиков... Считают как... Как... Ну, что-то типа мусора, да... Такое, что... Вам не надо... Команда, да... Это... Элита... И... Да, и для них все... Алкоголики... Ну, короче... Ну, короче... Довольно... Тяжело... Открыть... Свою группу... Хотя у меня есть... Кое-какие знакомства... Ну, как это сейчас называется... Ну, пускай, скажем... Гордума, да... Раскает нам... Не последний человек... В городе... Ну... Он пока тоже... Ничего не может... Говорит... Нет людей... Что я себе могу сделать? Для одного дать помещение... Ну, нереально просто... Говорит... Будут люди... Придешь... Надо поговорить... Ну, а так... Вот, наверное... Ну... То, что могу, то делаю... Так как-то... Спасибо... Спасибо, Ген... А, я хотел еще добавить... Немножко вот... Вспомнил... Не знаю, как кому... Ну, это правильно говорят, да... Что... Очень помогает работа... С подспонсорными... Да... Действительно... Это помогает... Я помню... Прекрасно помню себя... Когда... Ко мне обратился мой первый... Подспонсорный... Я ехал на живую группу... Телефонный звонок... Я поднимаю... Кто... Кто такой... Что... Откуда... Чего... Как... Я говорю... Подожди... Я в автобусе... Сейчас... В пять минут буду... Поговорим... Да... Я с автобуса вышел... Набрал его... Пообщались... И буквально через там... На будущий день... На будущий день мы встретились... Через пару дней мы начали с ним... Программу... И как-то это... Подстегивает... Да... Что... Вот у тебя кто-то есть... И... Ты как бы... Уже за кого-то в ответе... Хотя... Да... Я понимаю... Что... Гарантировать человеку... Жизнь... Я... Не могу... Не в силах... Это его выбор... Я ему... Ни мама... Ни папа... И... Водить за ручку... Я ему... Не собираюсь... Я могу только... Рассказать... Как... Как я это пережил... Как я это проходил... А уж... Примет он или не примет это... На это... Воля свыше... Я не могу это гарантировать... Ну... Как бы то ни было... Да... Это работа... Действительно... Как... Как бы... Дисциплинирует что ли тебя... Что... Да... Ты за кого-то что-таки в ответе... Что... Как это будет... Что это будет... Человек... Как ты сможешь ему донести... Наши идеи... Так... Может быть... Правильно... Спасибо... Елена... Пожалуйста... Микрофон... Добрый вечер... Всем... Лена... Алкоголик... Гена... Спасибо тебе большое... За спикерское... Спасибо... Прям... Много это звалось... Вот... Такой вопрос... Скажи... Пожалуйста... Когда... Вот... Ты хочешь понять... Воля... Или... Бога... Это... Да... Или... Ну... Вот... У меня... Все-таки... Сложности с этим бывают... Да... И вот... Насколько часто... Да... Как бы... Вот... Как бы... У тебя... Ну... Такая вот... Уверенность... Это... Ты понимаешь... Что это так... Да... Что тебе помогает в этом... Я бы сказала... Спросила... Спасибо... Лена... Привет... Хорошо... Ты пришла... Молодец... Воля Бога... Как она помогает... Да... Это довольно такой... Глубокий вопрос... Да... Ну... Во-первых... Сразу думаешь... А... Как... Допустим... Можно решить... Эту же... Эту же... Вопрос... С помощью... С помощью... Того же стакана... Скажем так... Да... Что ты решишь... А задвинешь эту проблему на задний план... На завтра... А будет ли это завтра? Вот тут я сомневаюсь... Что это завтра наступит... А проблема-то останется... Она никуда не денется... Само собой... Это... Не решится... Если ты не приложишь... К этому усилий... Да... Бывает тяжело... Ему... Как бы... И... Тяжело... И... Морально тяжело... Во-первых... Но ты знаешь... Что ты должен... Это сделать... Пускай... Как бы там ни было... Это неприятно... Но это надо... Тебе надо... Во-первых... Чтобы... В будущем... Если... Наступит такая же... Похожая ситуация... Да... Там... Или сложнее... Не... Не важно... Ты уже... Как бы в курсе... Да... Что с этим сделать... Ну... Для меня... Воля Бога сегодня... Это... Я знаю... Что ему надо... Чтобы я сегодня был... Был в этой группе... Да... Я здесь сижу... Вот сегодня для меня... Это воля Бога... Завтра... Дай Бог... Это все... Я думаю... Что все будет нормально... Мы... Мы... Собираемся... Нашего... Брата... Дома... Делаем... Живую группу... Что... Наше... Наше... Живую группу... И... Сейчас... Положение... В Израиле... Закрыто... Мы решили... Собраться... У него... Дома... Отметить... Мой юбилей... Он... Сам предложил... Ну... Давай... Сверемся... Ну... Завтра... Я буду... Я должен быть там... Я знаю... И знаю... Это сто процентов... Что меня будут ждать... Ну... Вот она... Воля Бога... Чтобы я был... Завтра в группе... Что я сегодня здесь... В этой группе... Ну... Вот так... Наверное... А там... И одна группа... И то скайп... То есть... Зум... То еще что-то... Так... Живем... Так... Наверное... Спасибо... Нет... Так... Время собрания... Подходит к концу... Ну... Еще может быть... Кто-то один... Смотрите... Можно задать вопрос... Единичек больше нету... Ну... Гена... Спасибо еще раз... Большое за спикерскую... Еще раз тебя с юбилеем... Ты большой молодец... Всегда интересно тебя послушать... И... Давайте тогда... Буду закрывать группу... Если... Вопросы... Закончились... Вопросы... Вопросы...